Сегодня не будет никаких рассказов интеллектуально умных, сегодня будут интеллектуально умные вопросы. Изучил уже очень много по водоснабжению, но все время въезжаю в пень, потому что, начиная общаться с новыми людьми, мне накидывают новую кашу в голову, и я уже опять не знаю, правильно ли я иду или неправильно. Изначально, например, я хотел петлю тихельмана, потом мне сказали, что это плохо, делай ленинградку, потом люди сказали, что ленинградка плохо, делай лучевую. Я уже изучил все эти три системы, и в конечном итоге не знаю, как мне правильно реализовать отопление дома. Большого дома, поэтому сейчас я сделаю небольшую экскурсию конкретно по теме отопления, а вы, пожалуйста, посоветуете, может быть, у вас есть какие-то мысли или проекты именно по Большому дому, как вы это делали, многоэтажки ваши. Буду очень благодарен. Ну вот, начинаем экскурсию. Начнем с подвала. Большая комната, там овощехранилище, та комната не отапливается. Здесь будет дверь с терморазрывом или что-то такое защитное. Радиаторы под окна. Радиатор, скорее всего, будет под лестницей. Это еще пока под вопросом, значит, лестницы. Дальше будет теплый пол, не включая овощехранилище. Это комната Г-образная на плане. Там два радиатора или три. Скорее всего, два радиатора под окнами. Этого достаточно. И также теплый пол. Заходим в эту комнату. Это прачечная. Я уже везде отметил высоту полов. Они будут 12 см от бетонной плиты. Она 30 см толщиной. Будет устелен ЭППС 5 см, экструдированный пенополистирол. И сделана 7 см бетонная стяжка, в которой будет теплый пол спрятан. Вот. Здесь тоже будет один радиатор. Это прачечная. Поднимать все стояки я планирую вот по этой шахте. Эта шахта идет через все санузлы на самый верх, до третьего этажа с подвала. Вот канализация. Не знаю, зачем сказал, но пусть будет. Вот. Так, здесь тоже будет теплый пол. Есть одна проблема по поводу петлите хельмана в подвале. Потому что у меня не заложены гильзы по периметру комнат. Я этого не сделал. Пробовал бурить на 40 см. Пробурить перфоратором это тяжело. Поэтому я отказался от этой идеи. И хотел бы, чтобы здесь была какая-то другая система. Может быть лучевая система. Или... Ну, в общем, вот этот вопрос надо подумать. Что бы здесь в подвале сделать? Петля тихельмана, если она и будет, то она может идти только через этот вход. И также через него возвращаться. Не знаю, здесь думать надо. Кстати, что прикольно. На улице сегодня минус 18 градусов. В доме плюс 9. Представьте, как эти стены держат. А я еще хочу их утепить. Утепить. Хочу их еще утеплить. Вот. 40 см плюс штукатурка цементно-песчаная. И плюс еще будет 10 см минваты с вентфасадом. Но вентфасад не является утеплителем. Это я знаю. Мне кажется, у нас будет очень теплый дом. Из косяков только то, что я вам сейчас расскажу в видосе. Про террасу и веранду. Так, дальше идем. Это котельная. Газ у нас будет входить вон с того дальнего входа. Потом он идет над окном. И вот тут будет висеть котел. Дублирующий котел будет висеть, скорее всего, на этой стене. Здесь я заложил по 3 ряда розеток. 2 ряда по 3 штуки. Вот. Для того, чтобы здесь запитать насосы. Или что необходимое будет проводка 2,5 квадрата на 3 жилы. Это ГОСТовская медная проводка. Так. Здесь тоже 2 провода. На всякий случай это для газоанализатора, для котла. Может быть для чего-то еще. И вот, ну, в общем, закидывал я максимально много проводов в котельную, чтобы это было удобно. Так. Для вентиляции места есть. Ну, по отоплению, наверное, это не имеет отношения. Поэтому, главное, это здесь тема. То, что там входит газ. Здесь идет выхлоп котла. И здесь будет располагаться вся система. Хотел бы использовать котел с бойлером косвенного нагрева в системе. Вот. Но пока сейчас мне больше всего актуальный вопрос это по разводке труб. Потому что сейчас я хочу уже устилать полы и штробиться под эти лучи. Лучи или петли, или что посоветуете, в общем. Так. По подвалу закончили. Я думаю, все размеры на плане есть. Так, все, идем на первый этаж. Друзья, хейт на тему, если не умеешь, не берись. Вообще категорически не приветствуется, потому что я электричество не умел делать. Научился. Не умел варить. Научился. Я уверен, что к началу следующего сезона, когда я плотно возьмусь до отопления, я тоже буду это уже уметь. Поэтому фраза, если руки заточены под одно, то нельзя делать другое. Друзья, ну, каждый из нас когда-то попробовал, взялся и научился. Правильно? Поэтому считаю, что троллить за вот такое, это, ну, прям неправильно. Не умел окна ставить? Поставил. Не умел? Да все не умел. Я когда взялся за это... Я по образованию, я художник, друзья. Я закончил художественно-графический факультет. То есть все, что я построил в этом доме, это все было мне вновьё. Я никогда этим не занимался. И отоплением я никогда не занимался, но уверен, что сделаю его классно. Ваши комментарии мне очень сильно помогают в этом. Поэтому я не знаю больше, к кому обратиться, как к своим друзьям и зрителям. Вот так. Сразу начнем с санузла, потому что в нем будет находиться коллектор теплого пола. То есть, как я и говорил, вот она шахта, вот шахта. Поэтому сояки все будут идти по шахтам. Коллектор будет находиться спрятан в эту стену. Тут, кстати, сразу вопрос есть. У меня есть полуэтаж. Это лестничный марш. И он питаться должен будет, скорее всего, от этой линии. То есть вот здесь, над лестницей, должен находиться какой-то радиатор. Или он встроен будет под окном, либо он будет в окно, конвектор встроен. Но питаться-то он, скорее всего, будет через санузел. Потому что как по-другому? Трубы кинуть. Радиатор здесь. Ну, под каждым окном будет радиатор. По просчету я примерно прикидывал, что здесь 500-ые радиаторы на 10 секций в этих комнатах. Здесь будет полотенцесушитель и теплый пол. В коридоре тоже теплый пол. Везде здесь теплый пол. И радиаторы под окнами. На кухне у меня будет идти столик разделочный. Он будет выше, потому что мы поднимем полы на 12 см. Соответственно, он будет не совсем комфортный. И он будет ниже, чем столешняя разделочная. Поэтому подоконник там будет ниже. И как здесь реализовать радиатор, я не знаю. Может быть, тоже конвектор под окно было бы правильнее засунуть. Надо тоже подумать вопрос. Дальше радиатор. Радиатор-радиатор. Это понятно. Тоже 500-ые хотел бы. И 10-12 секций. Мне понравились железные варианты. Только вопрос, насколько они комфортно будут. Ну, с подключением, с обслуживанием. Потому что у меня оборудования нет на эти опрессовки. Брать его где, как. В общем, покупать. Это дорого, наверное. В общем, вот этот вопрос у меня пока стоит остро. Слушайте, когда вот спрашиваешь такие вопросы, как-то даже неловко предлагать подписаться и поставить лайк. Но на всякий случай, если вдруг у вас появилось такое желание, друзья, я просто буду благодарен. Этим самым вы поможете продвижению канала, поможете продвижению видоса. Больше людей его увидят, больше людей сделают советы. Я уже вот взял металлическую сетку для того, чтобы полы устелить и вязать на них ячейки теплого пола. На первом этаже я просчитал, по-моему, на 8 линий. Если мы в комнате будем в той делать, тоже теплый пол. Тут коллектор на 8 секций. Брать 9-ти местный коллектор, чтобы одна была запасная. Ну, это как в теории все говорят. Здесь у нас пока мы питаемся, но это будет комната для гостей. И здесь будет стоять кровать. Больше здесь ничего не будет. И вот тут вопрос, нужно ли вообще здесь делать теплые полы. Так как говорят, что если делать теплый пол в спальне, то это сухой нос у жителей. Вот, тоже будет радиатор и вопрос по теплому полу. Если теплый пол надо, то здесь буду лить стяжку. Если не надо, то здесь сделаю, наверное, просто лаги и деревянные полы. Но это мы сейчас пока обсуждаем с женой, как это реализовать. Или делать все под одной стяжкой, и тогда здесь просто кафелем весь этаж заедино залить, кафелем заложить и все. Мы хотели бы просто двери делать без порогов. И если эту стыковку кафеля с ламинатом как-то будет не очень комфортно смотреться. Может быть, правда, просто кафель в этой спальне сделать и кинуть здесь красивые там дорожки прикроватные. Так, это у меня выход в баню, это выход на улицу. Кстати, есть один косяк в этом доме. У меня плита залита единая на всем этаже. И она без терморазрыва. Вот здесь. И это тоже она. То есть, она, по сути, тепло сосет на себя. Поэтому здесь будет ЭППС устелен. И, возможно, я потом еще веранду тоже всю застелю. Просто, где бы говорил я в подвале овощехранилища, она как раз вот под этой верандой находится. Это очень удачный вариант в плане холода. Комфорта для овощей, но не комфорт для людей. Так как у меня, видимо, потолок в подвале будет холодный. Ну, что еще сказать по первому этажу, я даже не знаю. Пойдемте на второй. Я думаю, я не один такой умный товарищ, который взялся за стройку, ничего не зная в каких-то определенных областях. Поэтому все ваши советы я читаю. Все ваши советы читают не только я, но еще и те, кто только что начал тоже реализовывать этот проект. И, друзья, пожалуйста, не советуйте мне смотреть канал Тепло Вода. Я обожаю этот канал и так его смотрю. Такая колобарашка получилась. Ну, блин, каша в голове, реально каша. Как в пчеловодстве, да. Вот есть 565 тысяч пчеловодов, и у этих 565 у каждого есть своя технология ведения пчеловодства. Понимаете? Так же получается по водоснабжению. Тихельман, Ленинградка, Лучевая, что там еще, какие еще есть вариации. Они все, по сути, делают одну и ту же задачу, только через свои пути. И моя сейчас задача прийти к самому такому удобному варианту, который будет минимизировать мои экономические потери, в плане там, чтобы не стояло там 50 насосов, которые каждый требует постоянного включения, на каждый надвешенный бесперебойник. Потому что, если, не дай бог, у тебя насос отключится, у тебя сразу гидроудар, там, и весь котел полетит. Вот этого не хочу. Хочу максимально, знаете, цена-качество, да, максимально комфортную систему, чтобы минимизировать свои походы в котельную. То есть, приблизить этот дом к системе, как я живу в благоустроенной квартире, понимаете? Чтобы было комфортное тепло, чтобы была температура примерно всегда одинаковая. Это понимаю, что это решит автоматика. Я буду стараться еще к котлу интегрировать какую-то систему, но потом, чтобы это все было, то есть, на этаже температура изменилась, котел сам поправил. Я хочу так сделать. И вот как это все реализовать? Ну, у меня на это год. Время есть. Сейчас я буду это очень активно изучать. Моя главная задача сейчас проложить каналы по трубам, устелить полы экструзей. То есть, подготовить все для того, чтобы наступила весна, и я залил в подвале, и на первом этаже полы. Как только я это сделаю, я уже буду на какой-то там 50% процент, я уже буду уверен, что эту зиму я буду зимовать в доме. А это моя мечта. Я думаю, вы меня понимаете. Те, кто строит свой дом, те, кто его построил, кто заехал в него. Я хочу собаку. Блин, я хочу выходить и чистить снежок. Не приезжать сюда набегами, сел в машину, приехал там, быстро почистил, поехал, потому что в городе еще дела какие-то надо и порешать. Надо детей там на тренировки привезти, увезти, и ты все не успеваешь. Мы приезжаем сюда, и у меня жена говорит, в воскресенье, говорит, а представь, можно же было бы и не уезжать когда-то уже скоро. И вот к этому я стремлюсь, что мы просто будем приезжать сюда, ночевать, жить и все, и кайфовать. А для вас буду бомбить классные видосы. Вот это я обещаю, потому что у меня еще мыслей миллиард, которые я хочу построить в этом доме. Не только в этом доме, еще хозяйственные постройки, там эти бассейны, бани, гаражи, потом медокачки, огороды. Короче, перечислять просто миллиард еще идей и мыслей. Вы поможете мне своими советами, а я развлеку вас своими видосами. Идем дальше. Вот, еще раз по вот этим радиаторам. Есть еще вертикальные радиаторы такие, тоже очень красивые. Может быть их использовать, но вешать радиаторы вот сюда под окно, это будет просто лишнее загромождение. Тут будет ходить не совсем удобно, и поэтому я хотел бы либо все-таки встраивать, либо делать какие-то навесные радиаторы вот здесь. Может быть с двух сторон. Это надо подумать. Так, теперь второй этаж. Здесь у нас в коридоре будет теплый пол, и теплый пол будет у нас в самом узле. Вот, опять же, вот на это шахта, как я и говорил. Вентиляционные системы все будут проходить, а также они будут через шахту проходить. Здесь хотел бы по потребности этой комнаты, здесь нужно две батареи. Я хотел бы два полотенчика. Один сюда, полотенцесушитель, второй вот здесь его реализовать, потому что тут будет раковина, здесь унитаз, и здесь будет угловая ванна. Возможно, вот тут будет душевая кабина, пока мы не знаем, думаем. Здесь теплые полы, и тут, скорее всего, тоже будет конвектор. Вот такой конвектор внутри встроен. Я думаю, вот так реализовать отопление этих окон, потому что влага все-таки ванна угловая. Это все будет не очень хорошо. Так, еще раз покажу. Вот так выглядит у нас санузел. Идем дальше. Опять же, выходим в коридор, где у нас теплые полы. В комнатах, на этом этаже заливаться пол будет только здесь и в ванной. Больше заливать пол не буду нигде. Дальше везде лаги, 10-сантиметровая лага и полы из двойного слоя 10-й фанеры. Устилаться будут с перекрытием швов и, в общем, прикручиваться на лаги. Поэтому здесь теплых полов не будет. Здесь будет конвектор. И вот я уже начинаю их изобретать. Они будут на основе регистров. Они уже готовы, эти регистры. 25-й выход. Крана Маевского все есть. То есть, в принципе, сделаны, по-моему, он тут длинный, это в эту комнату. Короткий, это в ту комнату. Так как у нас здесь французские окна, нам нужно встраивать конвекторы. Поэтому здесь будет конвектор. Здесь будет радиатор на стене. Возможно, вот пока не знаю на какой. Но будет радиатор, потому что по потребности этой комнаты он есть. И вот эта гардеробная, она такая же в той комнате гардеробная. И в ней, видимо, тоже нужен будет свой радиатор небольшой, потому как она будет закрываться. И нужно будет как-то ее отапливать. Или в ней будет холодно, потому что она закрывается дверью, и там никто ее топить не будет внутри. Вот так выглядит первая комната с французским окном. Так, чтобы было понятно, выходим. Идем в следующую комнату. Чайхана наша. Это у нас здесь дочь и комната. Здесь будет тоже конвектор, как я показал там. И здесь тоже есть косяк в плане того, что вот эта монолитная плита, она вот она в доме. То есть разделяет этот дом от холода только вот этот бортик, который даже не утеплен. Соответственно, как здесь реализовать? Наверное, я тоже буду устилать снаружи экструдированный пенополистирол и заливать небольшой еще стяжечкой наш балкончик. Возможно. Ну, потому что стилите ППС под лаги деревянные, смысла нет никакого. Может быть, конвектор будет рубить, если я сделаю эту конвекторную, ну, эту емкость. Может, она будет обрубать, отсекать как-то. Но только она будет большой коэффициент потерь из-за нее, тепла будет выходить, я уверен. Он будет сосать просто тепло, эта плита, она все время будет холодная. Поэтому, как это реализовать, я пока думаю. Вот. Здесь также будет радиатор на той стене, конвектор у окна и небольшой радиатор. В гардеробной. Все размеры, опять же, говорю, на плане. Это комната у меня сына. Здесь все просто. Тут будет два радиатора и все. Вот. Тут также гардеробная, но она встраиваемая, небольшая. Поэтому просто самые максимально длинные радиаторы. Здесь 350-е. На первом этаже 250-е. Потому что у нас здесь 60 см от пола, плюс еще 12 см заберет пол черновой. Вот. Соответственно, 47 см остается. И все. Поэтому до подоконника 350-е это максималка. Вот. Радиаторы под окна. Сюда радиатор уже не нужен. Как показывает практика. На втором этаже радиаторы нужны минимальные, потому что через этот проем лестничный всегда тянет все тепло наверх. Поэтому делать равнозначно по коэффициенту это будет, наверное, неправильно. Потому что здесь все будет тогда перекрыто всегда. Потому что чаще всего все тепло идет наверх. Все. Вот так. Вот вопросы. Первый актуальный вопрос. Что мне делать с окнами? Второй актуальный вопрос. Что мне делать с монолитной плитой балкона и террасы? Которые я показал. Как их обрубить тепловым разрывом? И по системам. Что мне лучше кинуть? То есть где-то я хотел бы... Можно ли вообще комбинировать, чтобы у нас в подвале была лучевая система? А на первом и втором этаже, например, Ленинградка или петля Тихельмана? Вот такие вопросы. Огромное вам спасибо за те комментарии, которые вы сейчас напишите или написали уже. Я уверен, что они помогут не только мне, но и тем, кто зайдет на наши видосы, которые только начинают строить. И, кстати, многих я даже знаю, которые только начали и пишут мне, что вот мы идем с тобой от ноздря в ноздрю. Будет интересно, как ты это решаешь. А кто-то уже реализовал все, уже построил свой дом и может написать, с какими проблемами он столкнулся, чего избежать или как сделать это правильнее. Сейчас я буду читать ваши комменты и радоваться, какие же у меня классные друзья-зрители. Увидимся на следующей неделе. До встречи. Пока.